привет привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала эти навигатор с вами данном ролике мне бы хотелось поговорить об убунту 1804 релиз который ждет у нас предварительно в конце апреля 18 года итак первое что нужно рассказать это кодовое имя mark shuttle world объявил его спустя несколько дней после релиза 1710 это как бы не особо большая новость данная система продолжит алфавитную нумерацию будет называться бионик биле это имя означает бионический бобер с названиями у них всегда было конечно все в порядке прикольно как бы и скажем так с изюминкой да марк прокомментировал выбор именно этого животного скажем так тем что эти млекопитающие грызуны умеют строить а этот релиз посвящен людям которые собирают пакеты и приложения создают операционную систему бионик это отсылка к роботам и айот устройством которые работают под управлением редакции ubuntu core цикл разработки ubuntu остается без изменений следующая версия выйдет в четвертом месяце 18 года собственно вот с основные контрольные точки сейчас вам выведу до скриншот с графиком через которые разработчики пройдут во время подготовки к этому релизу ну и собственно вот даты основное что хочу отметить то что 8 марта 18 года будет у нас первая бета-версии далее 22 марта это заморозка пользовательского интерфейса больше никакие обновления пользовательского интерфейса не добавятся 29 марта заморозка документации и там уже ближе к апрелю финальная бета и 26 апреля официальный релиз то есть я думаю если этот ролик наберет очень много лайков мы в марте месяце после 22 числа попробуем все таки уже бетку и посмотрим что и как что же нового нас ждет в ubuntu 1804 сейчас об этом известно не так много и наверное в будущем будет отдельное видео но кое-что все-таки есть первое нововведение это цветные смайлы скриншотик вы видите сейчас на ваших экранах предыдущих версиях включая ubuntu 1710 поддерживались только монохромные белые черные смайлы в этой же версии планируется добавить цветные с помощью шрифта но то color эмоджи вы сможете использовать смайлы везде в системе без каких-либо сторонних приложений но их очень просто отключить просто удалив этот шрифт оболочка гном это первый вот с дистрибутив будет нас с гномом как я уже говорил предыдущих видео начиная с ubuntu 1710 будет использоваться оболочка гном местом собственной разработки unity следующей версии будет использоваться это же оболочка я думаю что это даже ну в какой-то мере лучше теперь разработчики ubuntu работают над гном предлагают различные нужные им патчи исправления ошибки чем больше разработчиков работает над продуктом тема но лучше в общем до гнома предвидится бум развития еще одним нововведением будет новая тема оформления скриншоте к пожалуйста отпишитесь как вам она ну интересно ваше мнение жду вас в комментариях разработчики решили попрощаться со стандартной темой со старой дам темой эмбиенс и работают над новой темой пока что сложно сказать что из этого получится в результате потому что ведутся активные обсуждения ветки обсуждения пользователи уже предлагали концепт чермандер и если сообщество возьмется за скажем так серьезную его реализации то это будет очень круто она детально скажем так вы можете об этом всем почитать непосредственно в этой ветке обсуждений далее нас также ждет новая тема иконок также была предложена новая тема иконок суру она выглядит следующим образом так сейчас вы можете видеть это на скриншоте правда пока что неизвестно будет ли она использоваться в релизе ну иконки выглядят достаточно красиво как по мне ну а как вам напишите пожалуйста в комментариях эта тема разработана тем же разработчиком который создал moco и paper а такие вот дела несмотря на то что ведется активная разработка пользователям доступны для загрузки тестовые образы вы можете скачать образ и запустить его в лайв режиме не устанавливая систему к себе на компьютер самые свежие образы для архитектуры m64 доступны по ссылочке ну ссылочку я оставлю в описании но опять таки до 22 марта до выхода 1 не 1 до до выхода там финальной беты да я думаю что то смотреть особого смысла нету ну вот лично мое мнение кому интересно можете конечно же посмотреть но использовать это все на постоянной основе я бы не рекомендовал ошибки есть сто процентов вот такие вот дела друзья ну в этом ролике мы рассмотрели все что нового по поводу убунта 1804 на этот момент а также узнали когда намечена дата выхода данного дистрибутива когда появится больше информации это видео будет дополнено выйдет еще скажем так новый более подробный ролик спасибо вам за внимание напишите пожалуйста в комментариях ждете ли вы убунту 1804 lts я думаю нужно пожелать убунту и каноникал удачи потому что в 1710 нереально накосячили ну что ж друзья спасибо и до новых встреч как всегда жду ваши остроумные и замечательные комментарии лайкаем подписываемся кто не подписан и повторюсь наши социальные сети титр и телеграм ссылочки будут также в описании пока пока